Музыкальная и литературная колыбель Азербайджана, его культурная столица, город Шуша, славится своими выдающимися уроженцами. В их числе также известный азербайджанский писатель-драматург, журналист, автор книг для детей и педагог Сулейман Сани Ахундов. Будущий публицист родился 3 октября 1875 года в семье обедневшего Бека. В 10-летнем возрасте Ахундов поступил в знаменитую на всем Южном Кавказе горескую учительскую семинарию и успешно окончил её в 1894 году. Первое художественное произведение писателя датируется 1899 годом. Издав книгу под названием «Страшные сказки», состоящую из пяти рассказов, в которых повествуются о бедности и несправедливости, Сулейман Сани Ахундов завоевал признание в качестве автора детских произведений. В произведениях Сулеймана Сани Ахундова, изданных в советский период, ставились лободневные вопросы. Подвергались критике негативные стороны бытия, которые в то время представлялись в качестве пережитков прошлого. Отражались перемены, происходившие в жизни и сознании людей, ростки новой психологии. В рассказах «Чернушка», «Два друга, два врага», «Лечение», «Честь», «Тётя Сона», «Собака», «Мистера Грея», «Поздравления» и многих других повествуются о меняющемся укладе жизни, о духовно-моральных качествах людей, о новом сознании. В произведениях, написанных после 1920 года, Ахундов продолжал подвергать резкой критике жестокость, старые консервативные традиции и отсталость. В своих произведениях Сулейман Сани Ахундов делает упор на светлых сторонах морального облика своих героев, разрабатывает тему строительства новой жизни, которая принесёт трудящимся счастье и возможности для просвещения, меняющего внутренний и внешний облик человека. Творчество Сулеймана Сани Ахундова, посвятившего жизнь служению своему народу, занимает достойное место в азербайджанской литературе. Своими художественными произведениями, не потерявшими актуальности и сегодня, он помогал простому человеку разобраться в самом себе, в окружающей его среде, а также беречь и защищать своё достоинство. Фарид Азилов, CBC